Здравствуйте! Мир всем! Я хочу поздравить всех верующих и неверующих со Светлой Пасхой Христовой, с Воскресением Господним. И хочу вам всем пожелать семейного благополучия и крепкого здоровья. Пусть у вас все будет хорошо. Мир вам и вашему дому! И сегодня я хочу с вами поделиться, чем мы будем отмечать в этом году Пасху 2018. Как вы видите, перед вами стоит три образца Кагора. И сейчас я вкратце про каждый из них вам расскажу. Давайте, ребятушки, пожалуй, начнем вот с такого вот Кагора. Мир всем! Так, как вы, ребята, видите, Фонагория, 1957. Номерной резерв. 2016 Кагор, канонический, сладкая, красная. Идет на экспорт, поставляется. У них собственные виноградники, гарантия качества. Размер партии составляет 26 тысяч. Видите, как много? Качественная продукция, высокого качества написано. Так, давайте прочитаем, что они тут пишут. Так, значит, Кагор, канонический, номерной резерв, 2016. Вино, столовая, сладкая, красная. Это вино, темно-гранатового цвета. Готовят, согласно давним традициям, из отборного винограда сортов Каберне, Савиньон и Сапераби. С добавлением небольшого количества других красных сортов. Кагорный аромат, это самое, с вишнево-терновыми тонами, прекрасно гармонирует с оттенками топленых сливок и шоколада во вкусе. Кагор издавна применяется для причащения прихожан. Он традиционен и на семейных торжествах. Изготовлено ОАО АПФ Фоногория, Россия, Краснодарский край, Тимрюкский район, П-Синой, улица Мира, 49. Так, дата розлива 15 марта 2018 года. Так, вот здесь Франция написано, Бордо, Россия, Фоногория, Черное море. Ну, ихняя карта и вот эта широта 45 градусов. Так, срок годности не ограничен. Сделан по ГОСТу, ГОСТ. Объем здесь 750. Сахара 50 ГЛ. Так, а спирт 10,5%. А раньше Кагор был такой крепленый, но я не знаю, может он и сейчас есть. Там что-то 18 градусов даже было, 16. А сейчас такие вот делают, видите. Вот, спирт значит здесь 10,5 оборотов. Это вот Фоногории. Я купил одну бутылочку. Ну, все, в принципе, вроде я про него вам все рассказала. Красивая такая стильная бутылочка. Так, вот здесь что написано на горлышке. Давайте прочитаем. Так, на одной широте с великими винными областями Бордо и Турина раскинулись виноградники Фоногории в самом сердце Кубани на 45-й проллели. Вот. Такое вот, видите. Так, с этим разобрались, да? Так, переходим дальше вот к такому вот. Этот Кагор подешевле, этот вот подороже. Этот самый дорогой, очень дорогой, кстати. Так, смотрите, ребята, внимательно. Красное полусладкое произведено в Сербии. Вот. Это вот в России то, да, Фоногории в России, а это в Сербии. Непосредственно в самой Сербии. Вот. Кагор, видите, да? Так. Дальше, смотрите, ребята, внимательно. Называется Браяница. Кагор. Вино столовое, полусладкое, красное. Так. Красное, церковное вино из отборного винограда, сортов Мерло, Гаме и Вранац, выращенных в Сербии. Вот, что очень важно. Вино темно-рубинового цвета. Сложный десертный аромат с легкими плодово-ягодными оттенками. Гармонично сочетается с полным насыщенным вкусом. С нотками топленых сливок и черной смородины. Очень мелко написано. Так. Обвавакивающей мягкой терпостью и сладковатыми танинами. Рекомендуется температура подачи 16-18 градусов. Ну, то есть в холодильничек можно поставить и будет все хорошо. Так. Браяница – это особый род четок. Этот сербский символ, оберег, популярен у верующих на все территории православных Балкан. Представляет собой браслет из 33 узелков. Ну, то есть 33 – это считается возраст Христа. Связанный монахами, особым плетением из овечьей шерсти. Сыроугодности тоже не ограничен при соблюдении условий хранения. Так. Условия хранить. Так. Ну, это понятно, как хранить. Тут это нам неинтересно. Вот, что я вам хочу сказать, что очень важно. Произведено и разлито. Так. Крушевачка Александровац. Республика Сербия. Вот, Республика Сербия. То есть там и произвели, и разлили. Ясно, да? Так, сахар здесь 18,45. Объемная доля телого спирта 11%. Здесь вот побольше, чем в Фонагории. Там 10,5, а здесь 11%. Объем тоже 0,75, 750. Сделали 30 января 2018 года. Ну, вот такой вот когор. Вроде я все вам про него прочитал, рассказал. Все, что мог. Кому интересно, вы найдете в интернете и все про него прочитаете. Так, переходим к третьему образцу. Вот. Так, у нас там запись-то идет. Да, все нормально. Вот. Третий образец у нас, значит, это особый когор. Вот, особый. Это уже напиток. Эти у меня два образца. Это настоящий когор, дорогой. А это вот напиток, он подешевле. Напиток винный, по усватке. Когор. Самый популярный напиток в народе. Его еще называют церковным напитком. Когор – это бальзам от многих недугов и болезней. От душевных ран и терзаний. Произведен в России. Вот. Это вот наш, в России. Но здесь объем уже 0,7, ребята. 0,7. Особый напиток винный, по усватке. Так. Значит, изготовитель ООО «Минераловодский винзавод», Россия, Ставропольский край. Ставропольский край. Минераловодский район. Поселок Первомайский. Улица Производственная. Тоже гостовский. Объем 0,7. Но зато спирта здесь, знаете, сколько? 12%. Видите, самый крепкий. Крепче, чем когор. Вот напиток вот этот. 13%. Сахара так 30 здесь. Гостовская. Ну вот, вроде все, в принципе. Вот. Три образца я вам показал. Вот такие вот вещи мы будем употреблять в этом году. Отмечать нашу с вами любимую светлую долгожданную Пасху. В 2018 году. И я очень рад, что слава тебе, Господи, что благодатный огонь снова сошел. Это очень хорошо. Хороший знак. И даже сегодня, там, где его ждали, встречали, появился солнечный луч. А это хороший знак. Поэтому я вам желаю всего самого хорошего. Не болейте. Ходите почаще в церковь. Не судите, да не судимы будете. Ибо какую меру и судите, такую и вас будут судить. Поэтому пусть у вас все будет хорошо. Я очень рад, что благодатный огонь сошел. Схождение благодатного огня. Это очень хорошо. Это великое чудо. Это радость. Это праздник. Это вообще просто удивительное чудо. Доказательство, что есть наш Господь Бог. Вот такие вот дела, ребятушки. Вот еще раз посмотрите. Три образца моих. Ребятушки, вроде я вам ничего не забыл. Все показал. Вот такой вот когор. Вот, вот, ребятушки. Мы сегодня покрасили куриные яички, красили, знаете, чем? Этой самой луковой шелухой. И вот я сегодня ходил специально, ездил в церковь, для того, чтобы батюшка эти куриные яички осветил. Они уже освещены. Все освещены. Вот, видите, да? И вот куличик сам. Видите, куличик пасхальный. Вот такой вот симпатичный. Здесь вес ровно полкило. Кулич с этим, с изюмом. И посыпан сверху сахарной пудрой. И вот три свечи. В этот день нужно свечи только красного цвета, которые символизируют кровь нашего Иисуса Христа. Это вот, видите, да? Такие вот красивые получились пасхальные яички. А это вот лампадочка. Вот такая вот, видите, красота. Ну, а на этом все. Храним вас Господь. И пусть у вас все будет хорошо. Мир вашему дому. С праздником вас. Христос воскресе.